Это обычный пик. Ничего в нем интересного нету, потому что он обычный и банальный. То есть, каждый его умеет делать, каждый умеет так пикать, и каждый знает, что так можно пикать. Ну, почти каждый. А что если я вам скажу, что можно пикать и быть невидимым для противника? Продолжение следует... Всем привет, дорогие друзья. С вами, как всегда, я, Инвиз. Да-да, я пропал на 2 месяца. За это приношу глубочайшие извинения. Я просто не знаю, что снимать и какой контент делать, потому что клепать одни и те же видео у меня особого желания нет. Тут даже дело не в монетизации, а больше с тем, что у меня закончился контент, а точнее идея для контента. И вот, 2 месяца я не играл, не стримил, не записывал видео. Вчера я решил ночью постримить папк, мобильный папк. Такое бывает. И что вчера произошло? Вчера мне подписчик на стриме пишет, что он может рассказать про очень имбовую функцию. Как раз таки про эту функцию, которую вы вначале увидели, в начале видео. Он мне после стрима написал влс, мы с ним связались, он мне показал, как эта функция делается, рассказал про нее. И сейчас я вас готов научить вот так вот невидимо пекать. Но, прежде чем все-таки мы перейдем вот к этому моменту, когда я вас буду учить, хотя там учиться-то и нечему, просто чуть-чуть посидеть на полигоне, чуть-чуть привыкнуть, и вы сможете стрелять так же. И я вам скажу больше, даже я еще до конца не научился делать это совершенно и делать это идеально. Идеально это когда я смогу это делать четко, отточенно и постоянно. Совершенно это когда я смогу делать это вот в любой момент. То есть научусь пекать с левого угла, научусь пекать с правого угла. И вот это будет совершенно тогда, когда я прям это буду делать в любой момент. То есть я не буду там промазывать по кнопкам. У меня будет только одно. Я смогу это делать постоянно. И если я смогу это делать постоянно, то, вы понимаете, убить меня будет невозможно. Если я, понятное дело, буду играть от препятствий каких-то. Не буду все-таки затягивать видео. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я буду очень рад вас там видеть. Нас уже там почти две тысячи. Это очень приятная цифра для телеграма. Вот. Я там публикую контент, который я не публикую на ютубе. Я там почти всегда сижу. Постоянно общаюсь со своими подписчиками. Скидываю туда настройки. Если вам это нужно, то вы можете их найти там. Телега телегой. Ссылка в описании. Подписывайтесь. Буду рад. Не забываем подписываться на мой ютуб-канал. У нас уже почти 20 тысяч. Вот недавно стукнула цифра 17 тысяч. Осталось еще 3 тысячи. И нас будет уже 20 тысяч. Я считаю, что эта цифра шикарная. И помогите мне достичь этой поставленной цели. Я хочу 100 тысяч подписчиков. И я уверен, что мы к этой цифре придем. Ставь лайк на это видео. Подписывайся на мой канал. Ну а я погнал вам все это рассказывать. Итак, для того, чтобы вам это все наглядно показать, я зашел специально на полигон. Взял рандомное оружие. Ну в моем случае рандомное оружие это М-ка. Вы можете взять любое другое оружие. Подходит практически любое оружие. Я проверял на половине всего оружия, которое есть у нас в пабге. Все хорошо, кроме пистолетов. С пистолетами могут возникнуть некоторые сложности, потому что персонаж более резкий, нежели СМ-кой или СППшкой с какой-то. С пистолетом персонаж чуть быстрее двигается. И это в какой-то степени сложность. Даже чем отсутствие возможности делать данный пик. Просто нужно привыкнуть. Я еще до конца не научился этот пик делать. Но я вам покажу принцип его. И вы сможете уже сами, без моей помощи, взять и прийти к совершенству. Итак, что мы для начала делаем. Я захожу в настройки. В продвинутые управления. Опускаю самый низ до пункта прицел. И вижу тут настройки прицела. У нас будет скорее всего вот так вот. Не скорее всего, а точно. Я уверен, что у 90% игроков данный пункт выключен. Мы его включаем. Ставим прицел на удерживание. И настройка вращения камеры при прицеливании включаем. Дальше. Заходим в управление наше. Прекрасное. И видим вот эту вот кнопку. Она у нас единственная. Она у нас ни с чем не спутается. Она где-то будет, я не знаю где. Где-то возможно вот тут будет, если не ошибаюсь, по стандарту. И она будет маленькая. Мы ее увеличиваем до комфортных размеров. И ставим под палец, которым вам удобно будет на нее нажимать. Но я уверен, что большинству людей будет удобно делать нажатие на эту кнопку с помощью правого большого пальца. На правой руке, как бы это странно ни звучало. Я ее ставлю сюда, потому что я правый палец большой использую под наклоны, под выбор оружия. Практически 40% раскладки у меня, так сказать, обрабатывает большой правый палец. Поэтому я сюда примерно ставлю эту кнопку. Дальше сейчас объясню, почему мы включили настройка вращения камеры при прицеливании. Когда мы нажимаем на эту кнопку и двигаем большим пальцем, то есть которым мы нажали, мы можем совершать такие движения. Это очень важно. Если вы не включите данную функцию, то вам будет сложно научиться пикать, как я показал в начале видео. В продвинутом управлении мы также поставили на удерживание прицел. Это тоже удобно, потому что на нажатие нам будет некомфортно. А если мы будем пальцем нажимать и бросать палец, мы будем выходить. В этом есть фишка как раз таки данного пика. И что мы делаем? Мы берем наш джойстик. Я давайте его вам включу. Точнее прозрачность уберу, чтобы вам было наглядно видно, что я делаю. Вот он джойстик. Нам нужно одновременно нажать на эту кнопку правым пальцем большим и джойстик направить в сторону 45 градусов. Когда мы так делаем, мы видим то, что наш персонаж ведет себя как пьяный и идет непонятно куда и непонятно как. Как раз таки в этот момент, когда мы нажимаем на эту кнопку волшебную и касаемся, введем джойстик в 45 градусов, в этот момент мы должны сделать выстрелы, пикнуть. В этот момент мы должны сделать выстрел, пикнуть и спрятаться за укрытие, за препятствием. Сейчас покажу примерно как это делается. Смотрите. Давайте представим, что вот это у нас противник наш. Вот он. И я беру вот так вот, становлюсь, чтобы меня вообще не было видно. Потом можете потренироваться сначала прикоснув палец к этой кнопке и ведя джойстик под углом в 45 градусов, вот попробовать пикнуть и стрельнуть. Вот примерно сейчас вы это видели. И когда я так делаю, стреляю, я сразу отхожу. Что в этот момент у нас происходит на сервере? Сервер не успевает обработать анимацию. Что в этот момент у нас происходит на сервере? Когда мы делаем данную анимацию, то есть у нас персонаж вот этот пьяный, я его буду называть пьяным персонажем. Анимация пьяный персонаж. Когда у нас происходит анимация пьяный персонаж, в этот момент на сервере у нас просто тупо по каким-то непонятным причинам мне эта анимация не производится. То есть, я когда просил человека, который записывал мне мой пик, когда его просил мне сказать, что он видит, он сказал, что он просто видит обычную ходьбу. То есть, он вот этот вот момент не видит. Видите? Что влево, что вправо. Соответственно, у нас меняется немножечко камера, то есть, мы немножечко выглядываем из-под препятствия. Но при этом наш противник данной анимации не видит. У него мы просто ходим. Если мы это делаем супербыстро, как я вам показал, можно научиться еще быстрее это делать, поверьте. Когда мы делаем это очень быстро, противник поэтому наш просто не видит нашу банально анимацию. Из-за того, что он ее не видит, когда мы стреляем, мы просто для него не выходим из-под препятствий. Но при этом урон у нас регистрирует. Я не знаю, пофиксят ли этот баг, когда пофиксят. Но если о нем очень много игроков будет узнавать, будут по-любому жалобы, баги, там, в любом случае это пофиксят. Вопрос просто времени. Но у нас лягушку не фиксили сколько? Два года. У нас не пофиксили до сих пор микрофон. Баг с микрофоном. Поэтому возможно это очень долговечная фишка. Вот, пользуйтесь. Можете просто для тренировки вот так встать. Мы просто входим в прицел. Почему прицел? Потому что эта кнопка так у нас в настройках называется. Буду все-таки так ее и называть. Прицел от бедра. Мы в нее входим. Наметили нашего врага. Спрятались за препятствия. Вот так вот. И когда мы ведем джойстик в 45 градусов, можно так просто сначала потренироваться. И в этот момент нам нужно научиться стрелять. И бросать кнопку, чтобы быстрее уйти за угол. То есть за препятствия. Чтобы информация о нас не передалась серверу. Если информация передастся серверу, что мы вышли вот так вот из этого угла. Без анимации этой. То враг наш увидит наше тело. И сможет нас либо упить, либо отнять какое-либо количество хп. Чтобы такое не происходило, нужно поймать эту идеальную середину. Вот так становимся. И просто тренируемся. Джойстик под 45 градусов. И вот так вот и бросаем. То есть в этот момент нам нужно стрельнуть. Вот так вот это делается. И теперь добавляем к этому всему еще стрельбу. Можете встать, потренировать это допустим на какой-то близкой дистанции. Чтобы сильно не напрягаться. То есть можете встать к примеру вот сюда. И попробовать так же поделать. Так вам наверное будет даже проще. Сначала вот так поделаете. Войдите в прицел. Поделайте вот так вот. Чтобы понять какой угол вам нужно брать. Чтобы привыкнуть к этому углу джойстика. Дальше потом учитесь отжимать эту кнопку. Вот так вот. И потом добавляйте к этому всему еще стрельбу. Примерно вот так вот. Поудобнее телефон возьму. Ну сейчас я вышел без анимации. И эта информация передается на сервер. И противник нас видит. Видит плечо, локоть, голову. Чтобы этого не было надо вовремя в анимации уходить за препятствием. Так что нужно найти эту идеальную середину. В принципе я вам показал. Пробуйте. И я уверен что у вас все получится. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... также напоминаю вам старайтесь прежде чем делать пик находиться далеко от края потому что если вы будете стоять вот так вот вас будет видно локоть по локтю можно спокойно попасть поэтому учитывайте это и становитесь примерно вот так вот и еще такой момент чуть не забыл чтобы вам было комфортно стрелять нажимая на вот эту кнопку переходим настройки чувствительность и меняем пункт вот этот этот пункт у нас отвечает за чувствительность когда мы нажимаем на эту кнопку учитывать этот момент вот этот у нас пункт за чувствительность когда мы стреляем вот этот и гироскопе аналогия у нас такая же заходим сюда вот этот прицел третье лицо это у нас вся вот эта кнопка настраиваем под себя делаем комфортный чтобы вам было удобно пикать нажимая на эту кнопку я думаю всю суть вам я объяснил принцип показал даже показал вам как можно быстрее научиться этому вот такие вот дела я к сожалению полазил вчера на ютубе и в биф про вот эту вот функцию про пикание невидимое я понял что я не первооткрыватель первооткрыватель not a m вот но я надеюсь то что not a m на меня не обидится я у него стырить фишку не собираюсь мне об этой фишке рассказал подписчик я надеюсь на понимание автора этого видео ну а с вами был инвиз не забываем подписываться на мой канал ведь мы идем к цели в 100 тысяч подписчиков я уверен что мы к ней скоро придем не забываем также ставить пальчик вверх давайте наберем под этим видосом 2000 лайков я уверен что для вас это не проблема вы это наберете очень легко также не забывай писать свой комментарий я все ваши комментарии читаю напиши например какое бы ты видео хотел следующее или какое видео ты бы хотел чтобы я снял может быть тебе будет интересно посмотреть как я просто играю или посмотреть какой-нибудь гайд в общем ты знаешь что написать я в этом уверен этому видео подошло к концу спасибо то что ты его полностью посмотрел и всем пока пока до новых встреч а